Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Первая студия». Мы начинаем наш очередной выпуск и по традиции я представлю гостей и назову наши темы. Итак, очень хорошая новость поступила на этой неделе от Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы России. В частности, ведомство внесло предписание шести транспортным компаниям, осуществляющим пассажирские перевозки в Махачкале, об отмене стоимости проезда в размере 23 рублей. Согласно предписанию, транспортные компании в течение пяти рабочих дней обязаны вернуть прежний тариф 17 рублей. У нас в студии Бабаев Каир Абуталибович, временно исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы России по Республике Дагестан. Добрый вечер! Добрый вечер! Вторая тема. 25 июня Владимир Васильев принял участие в форуме, посвященном развитию промышленности Дагестана. У нас в студии участник данного мероприятия, заместитель министра промышленности и энергетики нашей республики Батыр Имеев. Батыр Имеевич, добрый вечер! Добрый вечер! Итак, мы начнем с первой темы. Каир Абуталибович, пожалуйста, расскажите детали того, как вы пришли к этому решению и вынесли предписание. Прошу вас. Решение, которое нам было принято и вынесено в отношении счастливых компаний, оно как раз таки говорит о том, что у нас все компании не особо конкурируют между собой. Дело мы возбуждали по статье 11 закон о защите конкуренции, это картельный сговор. Предприятиям, которые работают на конкурентном рынке, запрещено одновременно устанавливать, договариваясь между собой, растеньки на свои услуги. В данном случае у нас так получилось, что в конце января, в начале февраля текущего года все наши транспортные компании, сговорившись между собой, у нас сговор может быть письменен, сговор может быть устным. В данном случае это одинаковое поведение всех организаций на этом рынке и в течение 3-4 дней все компании одномоментно подняли стоимость проезда по городу Махачкали до 23 рублей. До этого стоимость у нас была 17 рублей и большой вопрос, то ли 17 это много или мало, то ли 23 мало или много. В соответствии с нормами действующего законодательства мы всегда проводим сначала анализ, насколько это все соответствует экономике этих организаций. Могу вам сказать, что у многих организаций стоимость может быть и выше 23 рублей, у многих она может быть и ниже 17 рублей. Но закон в данном случае запрещает им сговариваться и одномоментно устанавливать один и тот же тариф на все свои услуги. Но что у нас и произошло в городе. Мы изучили это все и пришли к мнению, что нарушены как раз таки нормы закона о защите конкуренции, вынесли предписание. Предписание установлено сроки на исполнение в течение 5 дней, по истечении этих 5 дней еще 2-3 дня дается для того, чтобы проинформировать о том, что предписание исполнено. В эти сроки любая из этих организаций имеет право обратиться еще в суд. Если есть обращение в суд, с момента обращения в суд действие нашего предписания приостанавливается. Поэтому у нас таких оперативных полномочий нет, чтобы вынесли решение и оно сразу было исполнено. Поэтому я предполагаю с учетом накала страсти, какие у нас были на заседаниях, что не все эти компании могут согласиться с нами и кто-то может обжаловать наше решение. Поэтому мы ждем развития процесса. Но надеюсь, что все понимают, что сама эта стоимость не по всем автобусам, она может быть адекватной состоянию нашего транспорта. Поэтому значительная часть этих компаний, как минимум 3-4 этих компаний, я думаю, не согласятся с нашими предписаниями и пойдут на решение до 17 рублей. Каир Абуталибович, я вам в любом случае хочу сказать, что огромное число махачкалинцев, дагестанцев, это сотни тысяч человек, вот в данный момент глубоко благодарны вам и говорят вам огромное спасибо за ту работу, которую вы провели. И я думаю, что если транспортные компании обратятся в суд, то вот эта вот моральная поддержка сотен тысяч людей, которые просили, которые звонили, которые категорически против повышения этих тарифов, они мысленно всегда будут вместе с вами, равно как и мы журналисты. Вы понимаете, мы говорили и тогда и повторяем сейчас, обосновать можно любую цифру и 50 рублей и 100 рублей. Ну вот я недавно вернулся из Ставропольского края, 16 рублей возят по всему краю, значит работают и одни зарабатывают, и другим это недорого. Учитывая то, что в Дагестане очень невысокие пенсии, очень невысокие заработные платы, к подобного рода решениям нужно подходить очень осторожно, очень осторожно. Огромная благодарность вам, Каир Абудалибович, за то, что вы как-то провели всю эту работу. На самом деле мы желаем вам, чтобы все это дошло до конца. У вас серьезные организации, у вас серьезные санкции, до 500 тысяч рублей вы имеете право штрафовать. Так что я думаю, ваши предписания будут исполнены, за исключением, если, конечно, не обратятся в суд. Можно я пару слов еще добавлю? Да, пожалуйста. Вы знаете, вот с самого начала, я могу сказать, что уже практически год работаю исполняющий у нас руководителя управления, но мы ставим себе задачи, все-таки ситуацию изменить в городе в целом. У нас 85-90% всех, кто у нас участвует в перевозках, это люди, которые зависят от этих 5-6 компаний. Мы в корне не согласны с такой концепцией, так сказать, вот самой системе перевозок. Пытаемся сейчас всех перевозчиков, у которых есть основания и возможность чувствовать себя индивидуальным предпринимателем, иметь прямые взаимоотношения с заказчиком, то есть с городом. Если нам это удастся сделать, я могу сказать на примере своего опыта, на своей практике, нам это удалось в других, правда, субъектах, в других городах, и там это все работает как часовой механизм. То есть, когда 90% имеют прямое взаимодействие с заказчиком, и они работают только на себя, а не как. Ну, я могу сказать сейчас, не особо если лукавить, то у нас сложилась такая система, когда несколько компаний просто торгуют путевками в городе и ничем больше не занимаются. Говоря откровенно. Да, да. Поэтому переломить эту ситуацию можно только если будет добрая воля, и у нас в городе будет другая система проведения конкурсов, и после этого, если мы наберем штат свободных перевозчиков, я предполагаю, что 17 рублей, многие говорят, если мы будем работать на себя, то нам 17 рублей еще на несколько лет вперед хватит, чтобы перевозить по этой цене и оккупаться в свои расходы. Конечно, Кайра Буталибович. Ну, вы знаете, у нас большие проблемы с общественным транспортом в республике и в столице Дагестана. Мы, журналисты, об этом много раз говорили. Мы благодарили чиновников, мы, журналисты, очень не любим благодарить чиновников, но тем не менее, да, мы говорили спасибо за троллейбусы, спасибо за автобусы, да, Хоть как-то вот у нас мы реанимировали, да, этот вид общественного транспорта. Люди с удовольствием пользуются общественным транспортом. Так почему же не закупить большее количество автобусов и троллейбусов? Спасибо. Кайра Буталибович, ну вот после такой приятной новости, вы у нас как делегат в правительстве, вы все-таки член правительства, мы надеемся, что в кабинете министров вы также изложите свое мнение, свои мысли на этот счет, и ситуация наша изменится. Давайте продолжим немного транспортную тему. Мы знаем о том, что на протяжении ряда лет, не первый год, а на протяжении ряда лет вы, значит, боретесь с ценами на авиабилеты. А вот по этому году есть какая-то информация? Вот смотрите, тут самое интересное, мы такой проект запустили, который своего рода является прецедентным на масштабах даже Российской Федерации, да. Когда вот мы впервые в Российской Федерации объединили четыре компании, признали их монополистом, и ко всем этим компаниям мы применили антимонопольные требования о том, чтобы не превышать тариф за пределами себестоимости. Авиационные компании? Авиационные компании. Четыре авиакомпании, ну могу сказать сразу, маршрут у нас Москва-Махачкала-Москва. Ну скажу так, вот в 2017 году, в начале 2018 года у нас были очень много случаев, когда стоимость билетов для тех, кто срочно выкупали билеты, доходила до 30, до 29, это уже, как говорится, просто так, да, доходила стоимость до 40 тысяч рублей. И в жалобе были у нас, вот в середине, к 2018 году было очень много жалоб, и начали разбираться с этой ситуацией, да. Проблема актуальна для всей Российской Федерации. Я могу сказать, что этот вопрос очень, так сказать, жестко держится на контроле и у главы республики, и даже у главы республики есть предложение этот вопрос после наших разбирательств вынести на обсуждение Государственной Думы. Потому что вот по такой схеме авиакомпании работают по всей стране. Но могу сказать, что ни одна компания не придерживается экономических расчетов, себестоимости. Есть спрос, они поднимают, у всех компаний есть таблицы бронирования, да, и по этим таблицам своим по бронированию, они могут, вот первые, кто приходит там продать, допустим, билет стоимости там полторы-две тысячи, ну, 5 тысяч рублей билет стоимость, могут продать за полторы тысячи рублей, но всем, кто у нас остается потом на хвосте, они продают по 29, по 30, по 40 тысяч рублей. И, кстати, когда мы начинаем выяснять, а что, вот я прихожу как покупатель за три часа до вылета, у вас билет есть, а вы что, вы мне предлагаете всю таблицу, что ли, я могу выбирать там билет по полторы тысячи, 29 тысяч? Никакого выбора у нас нет. Мы просто попадаем в эти, так сказать, цепкие руки монополистов и вынуждены играть по их правилам. И поэтому мое предложение, если все-таки будут менять эту систему, а ее все равно будут рано или поздно менять, это все нужно привязывать к экономической, так сказать, составляющей, да, к себестоимости. Поэтому вот эта несправедливость, она отмечается всеми, кто покупает билеты, но мы все, что мы смогли, мы сделали, мы решение вынесли, мы признали их нарушителями. Четыре авиакомпании, которые занимаются у нас перевозкой Москва, Махачкал-Москва, признали их нарушителями антимонополистов. И заставили снизить цены? Скажем так, опять все находится в разном стадии обжалования, у нас дело длилось, мы информацию собирали больше, чем полугодие, вынесли решение, они наши решения обжаловали апелляционную инстанцию федеральной антимонопольной службы. Есть у нас такая структура в составе нашего ведомства, ведомство это как арбитражная структура, и первое заседание вот наших коллег уже по нашему решению состоялось, второе будет 18 июля. Посмотрим, как коллеги будут оценивать нашу работу, проделанную с этими компаниями. Каира Батальевич, вот такой у меня к вам вопрос, в принципе, по всем вашим решениям, по всем вашим претензиям, конечно же, люди идут в суд, да, пытаются обжаловать. Скажите, пожалуйста, вот в процентном соотношении, какое количество процессов вы все-таки выигрываете по своим решениям? По практике дагестанского управления я могу сказать, что у нас очень хорошие показатели. Примерно 75-80% мы выиграем. До 80% вы выиграете? Мы сейчас выиграем сюда, и это даже, скажу так, самые серьезные вопросы. Ну, у нас есть, как бы, наши оппоненты, это и энергетики, это и газовики. Ну, кто отслеживает, допустим, по сайту антимонопольного управления, за этот год мы уже практически порядка 15 миллионов рублей только собрали с двух компаний. Это у нас газовики, это у нас... Это штрафы. Это штрафы, да. И я могу сказать, что у них ресурс очень уж значительный, когда они выходят в процесс с нами по судам. И то нам, получается, убеждаем мы с судей, что наша здесь правда. Конечно, есть решения, которые мы не можем выиграть. И я могу сказать, что решения, которые мы не выигрываем, только из-за того, что у нас не совсем совершенное законодательство. Но все равно мы считаем, что даже дела, по которым у нас есть проигрыши, они имеют большое профилактическое значение. Те, кто попадают в поле зрения антимонопольных органов, я очень редко знаю случаи, когда второй раз они наступают на те же грабли. Если даже у нас выигрывают суды, но предпочитают на те же грабли, на те же нарушения не наступать. Так что тут тоже есть у нас полезный эффект, что больше этих нарушений не повторяется. Понятно. Следующий вопрос, Каир Абуталибович. На этой неделе правоохранительные органы нашей республики остановили преступную деятельность мошенников, которые выдавали пальмовое масло за сливочное и поставляли его в школы и детские сады. Наши коллеги-журналисты центральных СМИ использовали такие эпитеты, как чудовищное преступление, как бесчеловечное, как циничное. Вот такие эпитеты звучали в эфирах всех каналов. Мы знаем о том, что в садике и в школы продукты питания назначаются через конкурсные процедуры. То есть антимонопольная служба как бы здесь присутствует. У меня такой вопрос, тире просьба, нельзя ли ужесточить, нельзя ли взять под личный контроль все эти конкурсные процедуры, связанные именно с закупками продуктов питания для садиков и школ. Потому что согласительность, ну просто беспрецедентный такой случай, за который нам действительно всем очень стыдно. Ну как это такое могло произойти, понимаете, это дагестанцы, мы вот всегда говорим, да, дагестанцы, братья, но вот это наши земляки, у которых, да, поднялась же рука, да, вот совершить такое преступление. Пожалуйста. Вы знаете, мы вот стараемся, когда мы при осуществлении своих полномочий, не переходить за рамки тех вот именно функций, которые нами надо исполнять всегда. Вот то, что вы говорите по качеству, ну это в какой-то степени функция органов Роспотребнодзора, да, мы по качеству, да, стараемся не влезать. Но у нас есть хорошие возможности действия этих организаций, если это вообще было в сговоре, исследовать именно с точки зрения соответствия нормам 11-й статьи закона защиты конкуренции. Когда опять-таки есть сговор между поставщиком, между покупателем, да, то есть в нашем случае заказчиком. Здесь я опять-таки могу сказать, что мы сами сейчас проводим другое расследование, это по молочной продукции. Вы знаете, вот картельный сговор доказывает, это самый сложный процесс вообще в работе антимонопольных органов. Здесь у нас есть другие варианты действий, у нас есть другая статья, недобросовестная конкуренция. Когда мы видим, что вот такой поставщик, тем более вот в школе, в садике поставляют продукцию такого качества, у нас к ним будут претензии по недобросовестной конкуренции. То же самое я могу сказать с предупреждением, и этот момент мы сейчас будем расширять. Конечно. Тем же, кто, допустим, у нас продают на рынке плохие нефтепродукты. Мы все знаем, что качество, я перехожу как бы на нефтепродукты. Качество бензина, да. И как бы предупреждаем мы и наших поставщиков на рынок нефтепродуктов, что на любом товарном рынке, если идет некачественная продукция, у нас будет возможность проверить, конечно, после того, как информация у нас будет от технических надзорных организаций, от Роспотребнадзора. Как только у нас будет эта информация, статья 14, там может сработать у нас по недобросовестной конкуренции. Там тоже очень серьезные, так сказать, претензии будут к ним, очень серьезные санкции. Ну, Макай Рабуталибович, да. Что касается детей, вот я знаю, вы до передачи сказали, что вы отдельно ведете по молоку, да, вот компанию разбирательства, да. Ну, вот хотелось бы, чтобы вот к этому вы еще и прибавили поставки продуктов питания для школ и садиков, да. У нас на передаче были специалисты Роспотребнадзора, они, в принципе, так же говорили, как вы, так же были эмоциональны, так же это, в общем-то, как-то лично переживали. Они сказали, да, нам нужно сделать так, чтобы на конкурс, да, чтобы вот поставщиками были только-только добросовестные компании. Они говорили о том, что на конкурс выходят компании сомнительного рода, которые предлагают низкие цены, и они как бы выигрывают, понимаете. Я тогда сказал, те, кто низкую цену предлагает, у того и качество низкое. Вот, ну, в любом случае, Роспотребнадзор и Федеральная антимонопольная служба – это две очень большие силы. И я думаю, что, взяв на личный особый контроль, вы все-таки сможете сделать так, что жулики и проходимцы к столовой детского садика и к школе не подойдут. Вот, это огромная, это огромная просьба. Вот. Будем стараться. Да, спасибо вам большое за понимание, да. Значит, переходим к следующему вопросу. Вопрос по земле. Этот вопрос сегодня является самым проблемным в Дагестане, да. Органы власти республики постоянно возвращаются к этой проблеме. Вот. Пожалуйста, несколько слов об этом. Особенно о землях сельхозназначениях. Пожалуйста. Вот, смотрите, у нас земля – это ресурс и в городе, и в сельской местности – это главный ресурс. В городе, вот, что хотелось бы отметить. Мы это многократно на разных форумах об этом говорим. И вот главные нарушения, которые связаны на текущий момент с антимонопольным законодательством, когда земельные участки у нас, вот, любой из желающих, допустим, выстраивает многоэтажные дома, да, закупает маленький участок, берет разрешение на строительство одного двухэтажного дома, да, а потом там выстраивает, ну, девятиэтажку, десятиэтажку. Очень часто мы их называем строительными башнями, у которых нет абсолютно современных коммуникаций. Это как военные сооружения в те времена. Но есть спрос не на такие тоже, к сожалению, помещения, а здесь спрос, и вот таким образом это все строится. И вот здесь вот мы видим, ну, очень часто, когда чиновники, вот, как бы, лукают, когда, вот, допустим, давая добро на одноэтажное, трехэтажное помещение, а потом не отслеживают, в конце концов, вот, каким образом этот ресурс используется непосредственно владельцами этого земельного участка, да. И мы такие случаи выявляем и пресекаем это нарушение. Вот то, что вы, да, вопрос по населенным пунктам, по земельным, да, ну, я могу сказать, где бы мы сейчас не начали проверки, я могу сказать, в любой населенный пункт мы приедем, и если начнем выяснять, кому сейчас отданы эти земельные участки, у нас, ну, модно сейчас, на 49 лет закон позволяет, я могу сказать, что в 80 случаях, а может и во всех 100 случаях, у нас по населенным пунктам земельные участки розданы в аренду без соблюдения норм антимонофольного законодательства. С нарушениями. С нарушениями, конечно. Мы по этому поводу, вот, по-моему, в конце прошлого года, или в начале этого года было совещание с муниципалитетами, оно проводилось непосредственно под руководством главы республики, и мы там уже выставили свои требования, везде, где эти случаи уже будут, нарушения допущены в рамках, так сказать, сроку давности антимонофольного законодательства, три года, мы будем применять сами жесткие меры. У нас есть, вот, чиновник, который второй раз допускает одно и то же нарушение, он должен попадать под дисквалификацию. То есть он должен на 2-3 года лишиться исполнения этих обязанностей. Поэтому есть такая жесткая мера, и я могу сказать, что у нас уже в проработке есть несколько вариантов, когда мы дойдем до дисквалификации должностных лиц, которые занимают должности руководителей муниципальных образований. Поэтому вопрос на особом контроле, как и антимонопольные органы, и, в первую очередь, у главы республики. Надеемся, что то, что там... Это большая, на самом деле, работа, но на самом деле... Огромная работа. Огромная работа, можно сказать. Сегодня, на самом деле, нет ни одного квадратного метра свободного. Все уже, как говорят в народе, прихватизировали в свое время, да. Но сделали это быстро, сделали это, в общем-то, не оглядываясь на закон и на совесть, да. А между тем, в общем-то, допустили массу нарушений. И вот благодаря этим нарушениям, благодаря, в общем-то, букве закона, можно будет каким-то образом вернуть народу, вернуть в сельское хозяйство, вернуть какие-то прибережные территории в туризм и так далее, и так далее. Одним словом, действительно понятно, почему власти этому вопросу уделяют такое внимание. Ну, мы желаем вам удачи. Спасибо. Каир Абуталибович, вам спасибо большое. Перейдем к нашей второй теме. Я напомню нашим телезрителям о том, что 25 июня глава республики провел совещание, значит, по развитию промышленности. Были гости из Москвы, из торгово-промышленной палаты. У нас в студии участник данного мероприятия, заместитель министра промышленности и энергетики нашей республики, Батыр Имеев. Батыр Имеевич, ну, смотрите, на этом совещании глава республики сказал о том, что потенциальные возможности наших промышленных предприятий, действующих промышленных предприятий, оценивается в 18 миллиардов рублей. В общем-то, для нашей республики достаточно приличная цифра. Раскройте, пожалуйста, смысл этого заявления. Прошу вас. К сожалению, сегодня практически на всех промышленных предприятиях имеются недозагруженные мощности, пустые производственные площадки со всей обеспеченной инфраструктурой. То есть прийти, запустить станок, произвести продукцию и отправить ее на рынок. Это у нас все простаивает. То есть заказы, конечно. Нужны заказы. Говорится это о том, что не проводя модернизацию, не проводя закуп нового оборудования, мы можем произвести здесь сейчас на 18 миллиардов рублей. Это очень огромная сумма в масштабах республики. Да и в масштабах любого другого региона это огромная сумма. И основной посыл Владимира Абдулевича было это перейти не к оборонзаказу, не к долгосрочной стратегии. Надо к быстрой экономике. Надо пробовать производить все. Тем более сейчас у нас национальные проекты. Согласно майскому указу президента России Владимира Владимировича Путина, надо исполнить национальные проекты. Их 12. К примеру, в 2019 году на реализацию этих национальных проектов выделено более 15 миллиардов рублей. Они есть в бюджете. Их надо освоить. Но освоить это как? Это же надо обосновать. На реализацию национальных проектов выделено примерно подсчитано специалистам более 5000 наименований продукции. Сейчас мы пошли по такому пути. Мы в экстренном порядке разослали все по предприятиям. Выбираем экстренно, что мы можем производить. И начинаем их производить. И ведутся переговоры со всеми муниципалитетами, ведомствами, министерствами, чтобы все госзакупки, конечно же, в рамках закона, в рамках проводимых закупок, мы в первую очередь ориентировались на наши. Если мы проходим по цене, по качеству, зачем нам покупать товар из другого региона, а еще хуже из другой страны. Чиновники, которые приехали из Москвы, из Петербурга, вот на этом совещании, они сказали, что, в общем-то, мы как-то немножечко пассивно, пассивно относимся вот к этому сектору экономики. То есть нам нужно как-то более энергично, значит, предлагать свои услуги, более энергично приглашать, заманивать, я не знаю, как угодно, к себе, значит, коллег, работающих во многих странах мира и в субъектах Российской Федерации. Одним словом, нам нужно с менеджментом что-то делать. Вот на этот счет какие мысли, пожалуйста? На этот счет ведутся даже конкретные действия. Давайте. Дело в том, что почему мы активно не боремся за рынок? Мы выпускаем продукцию, и мы не всегда проходим по ценовой категории с другими конкурентами. Вся Россия, абсолютно развитые экономические регионы, они приходят к бизнес-хитростям. Вот на совещании, которое проходило 25 июня, было озвучено, есть 39 институтов развития. К сожалению, мы здесь пользуемся, наверное, тремя, четырьмя, пяти. Делается таким образом. Предприятие выпускает продукцию, продает его максимально в рамках себестоимости, получает субсидию в той или иной форме. Это одна из бизнес-хитростей. И это идет в прибыль бизнесмену. Он проходит по ценовой политике. Нам надо научиться пользоваться тем ресурсом, который дает нам сейчас страна. И действительно, деньги есть. Деньги просто не могут выдать. Надо обосновать. Не могут прийти. Да, есть очень много хороших проектов, но, к сожалению, все эти проекты иногда бывают экономически просто не обоснованы. Таким образом, хочу сказать всем предприятиям, промышленникам, приходите в наше министерство, в другие министерства, в агентства по предпринимательству. Мы готовы полностью вам собирать документы, направлять, в какой или иной программе вы можете участвовать. Сейчас мы очень тщательно разбираем все эти 39 институтов развития. Смотрите, вот на совещании говорили о том, что вот Буйнакское предприятие, пожалуйста, об этом расскажите. Значит, сейчас у нас начинает хорошо, серьезно работать. Можно привести как положительный пример Буйнакский агрегатный завод. Он приступил уже, можно сказать, по своей инициативе к реализации национальных проектов. Он начал производить инвентарь. Уличные и спортивные площадки, баки, как мусорные, так и для крупных отходов. Автобусные остановки и очень большая номенклатура уже освоена Буйнакским агрегатным заводом. Мы выезжали на завод и увидели воочию весь этот инвентарь. Активно ведутся переговоры с муниципалитетами. Все готовы закупать продукцию этого завода. Она очень качественная, проходит и по ценовой политике. Даже уже есть пилотные проекты, школы, которые хотят закупить эту продукцию. К примеру, в этом году в республике строится 29 школ. Все эти школы мы можем оснастить продукцией этого завода. Безусловно, безусловно. Это будет и дешевле, кстати говоря, да? И дешевле, чем это закупать, допустим, в других областях. Это, во-первых. Во-вторых, наш Буйнакский агрегатный завод берет на себя ответственность за качество. Значит, если там что-то нужно устранить, какие-то неполадки, они приедут, сделают. Они могут установить прямо на месте. Потому что речь идет, в общем-то, о своей республике. Более того, Буйнакский агрегатный завод готов открыть своего рода сервисные центры по республике. Прекрасно. Не привозили в Буйнакск то или иное оборудование, а рядом это было локализовано с каким-нибудь районом. Они привозят, чинят, возмещают, устанавливают. Чудесно. Батыр Имеич, смотрите, вот я сказал о том, что мы как бы не пропускаем ни один экономический форум. Везде как бы бываем, везде представляемся. И тем не менее, в общем-то, как бы прока от этого не очень много. Да, мы будем продолжать ездить, будем присутствовать везде. Это надо, таковы правила. Но хотелось бы как-то вот эту работу немножко в содержательной части изменить. Например, вот по всему миру успешно работают торг-предства, предства нашей страны. По нашей стране работают торг-предства Дагестана в каких-то местах. Они, правда, на общественных началах, но они есть, работают с ними, можно контактировать. Опять-таки, если говорить о выставках, давайте каким-то образом, я не знаю, как-то вот сделаем, соберем такую прям выставку, что это будет интересно. И мы не будем уже смотреть и ждать каких-то форумов московских, сочинских или питерских. А сами соберем свою выставку, значит, соберем наших прекрасных специалистов и отправим. Отправим в Европу, отправим, я не знаю, там, в Юго-Восточную Азию, в восточные страны. Ну, будем предлагать более активно свою продукцию, свои мощности. Как вы думаете, вот подобные предложения обсуждались? Во-первых, по выставке. Мы сейчас готовим грандиозную выставку. Она, наверное, будет в августе или в сентябре. К нам должен прилететь министр промышленности Мантуров Денис Валентинович. К его приезду мы в экспоцентр Crystal City готовим грандиозную выставку с учетом Министерства сельского хозяйства промышленности, легкой промышленности, деревообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности. То есть выставку провести действительно на высоком уровне, показать все, что мы можем производить и не хуже других регионов. Это касается выставки. Второе, по вашему вопросу о представительствах, у нас работает российский экспортный центр. Могу отметить его работу в очень положительном аспекте, в положительном ключе. Вот вы до этого выражали, что мы не идем на контакт с российским экспортным центром. Нам надо просто бегать, обивать их пороги. Вы представляете, 89 субъектов. Конечно. Но они же не будут всем звонить и говорить, ну ребята, приходите к нам, давайте, нам надо бегать. И я могу вас заверить, Москва нас ждет, экспортный центр ждет. У них есть на это деньги, на бизнес-миссии, ярмарки за границей. Просто нам надо бегать и доказывать. Совершенно правильно, совершенно правильно. Но вот самое время сказать нашим телезрителям о том, что вы новый заместитель министра. Вы назначены совсем недавно. И мы будем надеяться, что с вашим назначением работа в этой части, она изменится в лучшую сторону. И мы будем более интенсивно предлагать свою продукцию и искать инвестиции. Нам нужны инвестиции, нам нужны предприятия, которые будут строить у нас, которые будут размещать у нас. И здесь очень важный вопрос заключается в гарантиях. Республика сегодня может дать как бы политические гарантии, но предприятия, бизнесмены хотят иметь экономические гарантии того, что с их бизнесом здесь все будет хорошо. Скажите, пожалуйста, мы можем дать такие гарантии потенциальным инвесторам? Да, мы как раз таки в этом направлении сейчас также прорабатываем. Мы сейчас хотим привлечь инвесторов не просто сказать придите, построите завод того или иного направления. Мы хотим сказать придите, построите и ваша продукция уже будет реализована. То есть какими-то гарантиями, контрактами, чтобы предприниматель не переживал, что он произведет, а продать будет некому. И знаете, первые шаги уже положительно дают положительный эффект. И в ближайшем будущем, даже не в ближайшем будущем, в ближайшем месяце мы это уже увидим. А вот по переработке, по переработке сельхозпродукции, в принципе, наш агропромышленный комплекс набирает обороты, неплохо работает. Одним словом, продукция есть. Нам нужна переработка. Вот как Кикунинский консервный завод, как Хасавюртовские заводы, другие предприятия. Вот в этой части есть планы у государства? Да. Сейчас закончилась прописанная стратегия 2035, и согласно этой стратегии должны построить переработающий комплекс, который, в принципе, наверное, практически позволит перерабатывать всю продукцию сельскохозяйственного назначения нашей республики. Один-единственный комплекс? Или это группа комплексов по всей республике? Ну, я думаю, надо сначала начать с одного, а потом переходить. Просто это немаленькие вложения, и надо, чтобы этот проект дал результат. Понятно. Скажите, пожалуйста, намерены ли вы каким-то образом отслеживать за образовательными учреждениями и поддерживать их, которые готовят рабочие специальности? Однозначно. Мы их поддерживаем, уже поддерживаем. И даже сейчас будет нами проводиться такое мероприятие по инициативе агентства по предпринимательству. В Дагестанском государственном техническом университете будет в ближайшие дни выдача дипломов по техническим специальностям. Все наши предприятия уже предоставили по необходимости компетенции. Мы будем проводить такой формат собеседования с приемом на работу. Ну это чудесно. Но еще есть у нас колледжи, которые готовят рабочие специальности. Особенно за эту категорию болит сердце. Скажите, пожалуйста, нельзя ли наши промышленные предприятия каким-то образом прикрепить к различного рода колледжам, там, где готовят рабочие специальности, токарей, сварщиков высокой квалификации. С тем, чтобы предприятия, мощные предприятия, как бы были опекунами этих училищ. В настоящее время по инициативе самих предприятий это уже производится. Потому что токари, сварщики – это уже большой дефицит. Они ходят по каждым университетам, точнее колледжам и подбирают себе эти профессии. Даже отправляют своих сотрудников обучаться на эти профессии. Сейчас мы именно хотим договором закрепить трехсторонним. Колледж, студент, предприятие. Чтобы после окончания колледжа студент шел на предприятие и работал именно там. Понятно. Батерин Ильич, ну завершились у меня вопросы. Спасибо вам большое за то, что рассказали о том, как будет развиваться наша промышленность. В ближайшее время. Спасибо вам большое. Господа, благодарю вас за ваше участие в нашей программе. Уважаемые телезрители, спасибо и вам за то, что все это время вы были с нами. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова